Здравствуйте, мои подписчики и гости канала! В этом видео предлагаю вам краткий обзор книги Роберта Низбета «Прогресс. История идей». Отзыв на книгу Младена Доллара «Голос и ничего больше» уже сейчас на Бусти. В оригинале эта книга называется, если мы дословно переведем с английского языка, то история идей о прогрессе. И действительно, в этой многостраничной монографии разбираются идеи о прогрессе, о том прогрессе, как его видели те авторы в свое время, когда они жили в своем времени. То есть, как греки видели прогресс, древние греки, с точки зрения проживания в Древней Греции. Как в Риме вы видели этот прогресс, как в средние века, как в новое время и как в новейшее время. То есть, идет повествование и обзор работ авторов тут, если я точно больше 50. Но мы сейчас посмотрим содержание чуть попозже и посмотрим точно сколько здесь авторов собрал Роберт Низбет, но это попозже. И вот каждый автор, живя в свое время, как допустим мы в своем, видим прогресс в чем? В том, что у нас будет через век, у нас будет хорошая медицина, поскольку она сейчас развивается. Я не беру сейчас медицину только лишь внутри России. Я беру общемировые тенденции, что есть развитие медицины и те проблемы, которые еще полвека нельзя было решить. Например, операции на глазах или операции с помощью роботов-манипуляторов или операции на нервах, венах, артериях, сердце закрытой операции нельзя было решить. Сейчас это возможно. Сейчас такие операции проводятся. А что будет через век? Нам уже предсказывают, что будут изобретены нано-медицинские роботы, которые будут заходить в тело и по команде оператора, врача, специалиста, квалифицированного осуществлять манипуляции. Допустим, впрыскивать лекарства дозированно именно в больной орган, чтобы другие органы не затрагивать. Сейчас же как? Мы, когда мы принимаем, допустим, антибиотики. Когда мы принимаем противовирус ТЭИ, мы бьем сразу и по вирусам, и по бактериям, но и одновременно мы бьем и по кишечнику, и по печени, и по почкам. Тем самым нам нужно после того, как мы попили антибиотики, курс, мы гадов уничтожили, а соответственно нам нужно восстановить дальше. Печень – это, соответственно, шрот расторопший пятнистый, почки – какое-то другое лекарство, пробиотики, пребиотики для кишечников и так далее. Вот если у нас медицина дальше и роботостроение, биоинженерия, обозначим это таким общим термином, пойдут дальше развиваться, то с какой-то прошедшего времени, допустим, десятки лет, сто лет, я думаю, достаточно, если не будет, ну назовем их по примеру сериала «Путешественники Трэйвеллерс», да, «Наниты». Вот эти «Наниты», они будут помещаться в тело человека, вначале, конечно, это будет, соответственно, ну это потребует соответственно мощностей для того, чтобы эти «Наниты» производить их. И что еще у нас? Развитие информационных технологий, когда уже сейчас заговорили о цифровых валютах, не путать с биткоинами и прочими, и о том, чтобы переместить все документы в электронный документооборот. В этом есть и плюсы, в этом есть и минусы. О минусах сейчас у нас дискуссии ведутся по различным информационным каналам, часто вижу по РБК такие передачи, что все-таки информационная безопасность у нас еще не на таком высоком уровне, чтобы передавать все документы, которые у нас есть о нас, паспорт, СНИЛС, страховка по медицине в электронный вид, потому что все равно есть утечки, даже вот таких крупных компаний и так далее. То есть еще не решен вопрос информационной безопасности. До сих пор не решены вопросы о хранении данных надежно. То есть не только, чтобы их не украли, а в том числе, чтобы эти данные длительное время сохранять. А длительное – это на всем периоде жизни человека. Потом, когда человек, соответственно, умирает эти данные, выжимку из этих данных делают для того, чтобы отдать либо наследство, либо взыскать долги, если есть наследник из наследников, долги этого человека взыскать. То есть это выжимка уже после жизни человека. Потом, когда вот эти все операции завершены, ну их там это максимум год, эта информационная запись помещается в архив сжатый, который отправляется на хранение, допустим, где-нибудь в Тихом океане, в Атлантическом океане на фабрику подводного хранения данных, которой пока нет. Потому что пока нет столько данных, чтобы нужно было создавать эти огромные фабрики для хранения данных. Но со временем, либо под водой, либо в космосе, где только лишь защитив щитом этот спутник с данными подальше, ближе, допустим, в кормите Луны, подальше этот спутник, все равно надежность хранения вот этих данных, массивов, которые не нужны в данный конкретный момент, вот срочно, вот сейчас. А, да, хранение медицинских данных, еще большая проблема, которая не решена. Потому что есть утечки и из медицинских организаций, что более чувствительное. То, о чем, то вот о чем вот просто вот на, с одного черточка пальцев, даже я человек, который о прогрессии думает мало, но только лишь как пользователь, там, допустим, компьютера, мультиварки, микроволновки, варочной поверхности и смартфона и так далее, уже накидал идей на текущий момент, что беспокоит тех, кто занимается прогрессом в настоящее время. И теперь, соответственно, мы можем сравнить с тем, как вот мы сейчас рассуждаем о прогрессе в наше время, то есть куда мы видим, куда прогресс пойдет, какие пути. Я еще не затронул пищевую промышленность, но поскольку я имею какое-то отношение к этому, я и работал на пищевом производстве больше семи лет, потом я научные исследования проводил в области реологии пищевых производств. Если я сейчас начну про это рассказывать, то мы еще здесь час проторчим в этом видео. Поэтому давайте мы, я коротко скажу, куда бы я бы направил свои стопы. В создании, по сути, таблетки, в которой сосредоточены все необходимые элементы, микроэлементы, аминокислоты, жирки белые белки, углеводы, которые человек принимает. Допустим, первая таблетка аминокислоты белки, допустим, витамины принял с утра. Проходит такой час, потому что у нас есть два типа пищи. Первый тип пищи это щелочной, второй кислотный. У нас к щелочному типу пищи относятся белки, а к кислотному углеводы. Поэтому необходимо разделять прием белков и углеводов. Вначале мы едим белок, запускается щелочное пищеварение, щелочь выделяется в желудке. Она переваривает белок, нужно хотя бы полчаса. Потом мы едим углеводы, желательно длинные углеводы, в интернете посмотрите, что это такое. И, соответственно, запускается выделение кислоты, которое разлагает уже углеводы. И, опять же, как я смотрю, современные тенденции в питании, я вот как бы далек от этого, от правильного питания, от ЗОЖа, уже начинают говорить, что надо вообще сокращать потребление углеводов. Там, чтобы он составлял чуть ли не 50%, а не 70%, как сейчас, от общего калоража человека, калорий человека, потребляемых за день. Тогда, соответственно, на еще на 50% у нас приходится жиры и углеводы, жиры и белки. Соответственно, мы куда идем? В сторону вот этой маленькой таблеточки, маленькой таблеточки, в которой будет собрана порция калорий, которая там же в этой таблеточке нужны ферменты, которые, если нужно человеку по возрасту уже принимать такие ферменты. И, соответственно, он это принимает один раз, допустим, запивает какой-то жидкой субстанцией, которая не вода, в которой тоже что-то находится такое питательное. И все. И ему там, допустим, на 6 часов ему это хватает. Он с утра, допустим, в 7 часов утра встал, выпил, пошел поработать. Потом в час у него прием пищи, не обед. Опять же, вы понимаете, что теперь не нужны будут такие длинные промежутки, чтобы обедать. И он принимает вторую порцию. Там, допустим, углеводы. Единственная порция углеводов на весь день. Днем. Принял. А вечером что-то типа таблетка-клетчатка. То есть там вытяжки из растений. Там, допустим, подорожник, укроп, петрушка, лук, чеснок и так далее. То есть такие микронутриенты, которые для кишечника. То есть балластные вещества. Но я могу ошибаться. Я могу ошибаться, потому что в терминологии. Но я имею ввиду то, что мы берем утром белок, днем углеводы, вечером что-то такое растительное из растений в вытяжку. Чтобы это все было в балансе. Чтобы перистальтика все-таки кишечника немножко работала. Хотя я думаю, что одно поколение приема таких аппаратов, и у нас организм сам адаптируется, что у нас станет другая пищеварительная система. И там, допустим, за 2-3 поколения приема таких препаратов. И у нас сама генетика человека поменяется под более простое переваривание белков, жиров, углеводов и так далее. Вот, пожалуйста, еще одна идея вам на ближайшие 100-150 лет. Но это в области, будем говорить, техники. А в области социальных наук. Что у нас происходит? Совершенно, как я вижу, полная остановка каких-то социологических исследований. Начиная где-то с конца 80-х годов. Я... Вот Бейтсон был. Как в каком он году умер? В 80-м, по-моему. Не помню точно. В 80-м, наверное, он умер. Как вот вышло его священное единство. Потом. А Бергер, Лукман, они были еще... Еще раньше были. Социальное конструирование реальности. Это серийно 60-х годов. И получается так, что у нас, по сути, социологии нет. Хоть... Но если вы знаете, как каких-то современных авторов, допустим, за последние 15 лет по социологии, напишите мне в комментариях, чтобы я тоже знал. Философия. Где у нас философия? Покажите мне ее. Остались Младен Доллар из... И... Жижик с Зупанчичем Бажовичем, да? Из Люблянской школы психоанализа. А что у нас дает сейчас Европа? Остальная. Франция? Филькин? Фи? Нкель? Крот? Да? Мы пережевываем тексты, которые были в 20-м веке, ничего нового не создавая. Вот, опять же, вот это такая затравка пока перед тем, как мы пойдем по обзору Низбита. Хотя тут мы сейчас быстро его сделаем по сравнению вот с этим предисловием, чтобы вы понимали о том, как была построена сама книга этого Низбита, которая была написана в 2007 году. Ну, она, скорее всего, на английском языке, она переиздается. На русском языке было только одно издание в 2000... А, нет, нет, Низбит издал книгу в 1980-м, а на русском она вышла только в 2007-м. Это я ошибся. Ошибся. И пример, какой я вам приводил по сегодняшнему дню, здесь он дает, берет одного автора, допустим, Лукреции, и рассказывает, что он думал о прогрессе. Берет следующего автора, Томас Мор, опять, что он думал о прогрессе. Но он дает, Низбит, эти представления, то есть он не перескакивает. То есть если он пишет о Лукреции, то он пишет только о нем, о его современниках и о предшественниках. Если он говорит о Томасе Море, то он пишет о нем, о его современниках и предшественниках. Иногда у него бывает, у Низбита, что он пишет, что вот идеи такого-то автора потом найдут свое отражение в работах таких-то, таких-то, в следующих веков. Но он не углубляется. То есть это такая вот, такая выжимка из сочинений, обзорная выжимка из сочинений авторов. И давайте уже переходить, собственно, к обзору этой книги. Я вас чувствую, что я утомил, но хотя, те, кто утомились, могли давно перейти по ТАН-кодам внизу, вот на текущий там тайм-код. И мы посмотрим аннотацию к Роберту Низбиту. Итак, идея прогресса в значительной степени определила облик западной цивилизации. Человечество развивается, так сказать, движется вперед. Причем это движение понимается в двух аспектах. Как накопление знаний и как наращивание материального богатства. Рождение идеи прогресса – результат взаимодействия христианства с античными представлениями. Первоначально идея о прогрессе была вариацией на тему линейного представления об истории, свойственного и уделу христианской религиозной традиции. В период с 1750-го примерно до 1900-го года происходит отделение идеи прогресса от религиозных корней и срастание понятий прогресса и науки. Этот прогресс сопровождался угрожающими явлениями. Если первоначально прогресс трактовался как расширение человеческой свободы, то примерно со второй половины 19-го века он все более стал пониматься как расширение так называемой управляемости, попросту говоря, власти абстрактного государства над человеком и природой. Книга представляет собой классический труд по социальной философии и является одной из наиболее известных и цитируемых работ, написанных в традиции так называемой консервативной школы в американской социологии. Она будет полезна социологам, политологам, общественным деятелям, политикам, студентам, преподавателям гуманитарных дисциплин, всем, кто интересует духовные и идейные корни современной цивилизации. А далее мы посмотрим оглавление. Итак, от издателя. Предисловие к русскому изданию. История европейского консерватизма. Три этапа карьеры. Правильный человек в правильное время. Прогресс. История идей. Предисловие. Часть первая. Происхождение и развитие идей прогресса. Введение. Глава первая. Мир античности. Гесиот, Эсхил, Протагор, Фокедит, Платон, Аристотель, Эллинизм, Лукреций, Синека. По сути, классические философы, которых мы знаем, если мы учились в университете, то мы знаем их по курсу философии, который в большинстве университетов, я не имею в виду специализированных философских факультетов, преподается на втором курсе. Именно вот про этих мыслителей. Далее. Глава вторая. Ранние христиане. По всю сторонность христианства, дух социальной реформы, единство человечества, течение времени, эпохи и стадии, необходимость. Конфликт как движущая сила. Конец и начало. Заключение. Коротко автор дает по христианству. Но поскольку мы с вами уже прочитали, я надеюсь, что вы что-то читаете из тех книг, на которые я делаю обзор, у нас был Алексей Андреев «Поиск исторического Иисуса», где мы, скажем так, очень коротко затронули личность, историческую личность Иисуса Христа, его деяния, кратко, а также периодизацию его жизни, а также периодизацию творчества группы поиска исторического Иисуса. Возвращаясь к Роберту Низбиту. Вот в этой части он рассказывает про Блаженного Августина и его о Граде Божьем против еретиков. Уже довольно давно я вначале был удивлен. Я когда увидел это слово, я подумал, что это за название, что это за течение такое. Но потом я когда зашел в интернет, чтобы посмотреть, что оно значит, оказалось, что это учение Рене Декарта. Потому что Рене Декарт в оригинальном языке называется Картезием. Соответственно, его учение – картезианство. Вот когда я увидел картезианство, что это такое вообще? А потом «когито эргосум» – я мыслю, значит, я существую. Но Рене Декарт прославился не только этим, но мы не будем сейчас останавливаться на этом, потому что про него написано очень много страниц в Википедии, можете почитать. Дальше. Глава пятая. «Великое восстановление». Жан-Боден. «Пуританская революция». «Эль апостроф. Энвой». «Всеобщая история Боссюэ». «Освоение путешествий и открытий». «Спор о древних и новых». «Лейбниц». «Вико». На этом заканчивается первая часть. Опять отвлекусь от оглавления. Чем интересна эта книга? Тем, что в современном… Опять же, в авторах 20 века, будем так говорить. Например, в Бодрияре, в Младене Долларе я это видел, у Агамбена я это видел. Что они говорят, что там, допустим, Кант сказал то-то-то. Предполагается, что человек, который читает Агамбена, он знает, о чем сказал Кант. Нет, ну не важно, не Агамбена, Бодрияре, там, не важно, кого сейчас конкретно, чтобы не цепляться. Или Конт, это другой человек, сказал то-то-то, приводит цитату. То есть, надеясь на то, что читатель уже знаком с трудами этих людей. Но поскольку не все заканчивали философские факультеты, а кто-то, может быть, вообще пропускал занятия по философии, если он учился не на философском факультете. Неважно на каком, техническом, медицинском и так далее. Соответственно, вот эта книга будет очень полезна для тех, кто хочет хотя бы впитать в себя и понимать, на что, если он заинтересовался философией 20 века, социологией 20 века, о чем говорят вот эти авторы, которых я выше упоминал. И не только они. Далее. Часть вторая книги. Триумф идеи прогресса. Введение. Глава шестая. Прогресс как свобода. Трюго, Эдуард Гиббон, Адам Смит, отцы-оставатели США, Кондорсе, Уильям Годвин, Томас Мальтус, Эммануил Кант, Генрих Эммануил Кант, Генрих Гейне, Джон Стюарт Миль, Герберт Спенсер. Мыслители, которые мыслили с точки зрения свободы. Отцы-основатели США мыслили о свободе как об освобождении от Европы, как своего сюзерена, и прекращение вассальной зависимости, то есть прекращение бытия колониями европейскими. Это для отцов-основателей США была мысль о прогрессе как мысль о свободе. Точнее сказать, наоборот, мысль о свободе как часть идей о прогрессе. Для них прогресс для отцов-основателей США неразрывно был связан с мыслью об освобождении от того, чтобы быть колониями европейскими. Далее. Глава седьмая. Прогресс как власть. Утописты. Руссо. Сен-Симон. Огюст Конд. Через О. Карл Маркс. Этатизм. И Оган Готфрид фон Гердер. И Оган Готлиб Фихте. Георг Вильям Фридрих Гегель. Расизм. Глава восьмая. Живучесть прогресса. Глава девятая. Прогресс в тупике. Ранние пророки. Отрекаясь от прошлого. Отставка Запада. Наступление на экономический рост. Деградация знания. Пеленас скуки. Библиография. Предметный указатель. Отдельно заострюсь еще на двоих авторах. Двух авторах. Как правильно сказать. Ладно. Значит давайте посмотрим. Лукреция. Лукреций. Это древняя Греция. И его основная мысль в том. Что нужно отделить религию и познание мира. То что те явления в мире которые происходят. Они происходят не по воле богов. А по какой-то другой причине. По причине допустим взаимодействия каких-то субстанций. Ну это я условно говорю. И Лукреция говорит. Давайте мы отодвинем религию. От того чтобы объяснять все и вся с точки зрения ее. Для того мира это практически революция. И я удивляюсь как он жил в то время. И как его не казнили за такие мысли. Второй автор на которого мы опять же я останавливаюсь очень коротко. Потому что видео и так получилось довольно таки. Из-за моих длинных предисловий. Довольно длинным. И второй это Уильям Годвин. Это из главы шестой. Основная его идея говорит о том. Что человеку нужно полностью быть самостоятельным. Не просить ни у кого помощи. Жить максимально удаленно от других людей. Иметь свою какую-то профессию. Навык который будет его кормить. Теми продуктами которые этот человек будет делать на продажу другим людям. Которые так же независимы. Которые так же делают какой-то продукт. Или оказывают услугу другому человеку. Другим людям. И соответственно на этом зарабатывают и живут. И при этом он говорит. Что Годвин. Что каждый человек никогда не должен думать о том. Чтобы собираться в общество. Потому что как только человек собирается в общество. Он теряет свою свободу. Вот эти два мыслителя. Мы на них закончим. То есть у нас получилось такое видео. Начали мы с того что я посмотрел на прогресс. С точки зрения современности. Как опять же я его вижу. Но поскольку я не визионер. Не прогнозист. Не философ. Человек который. Ну обычный человек. Который читает книги. И пользуется благами современной цивилизации. Соответственно. Что-то я смог посмотреть. Допустим на 100 лет вперед. Как бы посмотрел любой другой. Который видит современность. Потом мы посмотрели аннотацию. К Роберту Низбиту. Потом мы прочитали оглавление. И затронули двух мыслителей. Которых он здесь описывает. Книга. Я рекомендую. Для тех. Кто хотел бы разбираться. В философии. В социологии. Начать разбираться. И для кого допустим. Философия. Если она была. Если кто-то учился в университете. Была скучным предметом. Потому что тогда ее некуда было приложить. Ну допустим вы повзрослели. Набрались жизненного опыта. И допустим у вас есть свободное время. Вы хотели бы чем-то заинтересоваться. Вот пожалуйста. Хорошая. Читать. Не обязательно. Как я это читаю. По. Допустим по 50 страниц в день. Потому что есть уже начитанность. И я читаю допустим 10 страниц одной книги. 10 страниц другой книги. 10 страниц третьей книги. То есть я не читаю из одной книги 50 страниц. Но вы можете взять эту книгу. Сделать ее настольной. Для себя. Допустим на 1 год. Здесь 500. Я вам сейчас скажу сколько страниц. 500 чистого текста. Без ссылок на авторов. Без библиографии. 535 страниц чистого текста. Но до 535 страницы. Но мы учитываем что здесь еще содержание. То есть облавление. И здесь еще есть очень интересные переходы. Между главами. Когда одна из страниц пустая. Я сейчас если я найду. То я. Вот. 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 Смотрите. Вот страница заканчивается. Так. Дальше. Идет пустая страница. Пустая страница. А потом начинается новая глава. Вот. Соответственно если текст заканчивается. Вот на этой странице. То сразу идет новая глава. Ну. То есть получается что как. У вас будет меньше чем 535 страниц. Чуть поменьше. Но все равно. Читая где-то в среднем 1,6. Наверное полторы страницы. В день. Вы за год. Эту книгу осилите. Такой практикум. Праксис. По медленному чтению. А если вы еще возьмете блокнот. Блокнот. Нет. Далеко он у меня. Далеко лежит. И будете туда выписывать мысли. То есть вы прочитали страницу. А у вас. Ваш жизненный опыт говорит о другом. И вы говорите. Что вот этот автор. Он писал так-то так-то. Так-то так-то. Такой-то автор. Страница такая-то. Вот такой книги. А у меня было другое. И вы пишете. Своё несогласие. С примером. Из жизни. Из вашей. Таким образом. У вас. Вот к этому тому. Вот к этому тому. Накопится еще. Какая-то толщина. Своего текста. А там. Глядишь. Может быть вы. И свою книгу издадите. Комментарии. К. Роберту Низбиту. Почему бы нет. Что еще хочу сказать про эту книгу. Мне понравилась. Обложка. Зеленого цвета. Вот. Не передает. Глубину. Зеленого цвета. Что-то. Наверное. Чуть потемнее. Чем трава. Молодая трава зимой. О. Весной. Чуть потемнее. И. Внутри. Такая же. Зеленая обложка. Опять же. Я вот сейчас ее попробую. На свет. Показать. Вот так. И потом на темень. Ну вот. Что-то среднее. Можете уловить. Мне вот. Нравится. Такой оттенок. Зеленого. Но опять же. Не передает. Камера. Самого. Вот этого. Оттенка. И на этом. Я вас. Благодарю. Мы с вами. В этом. Видео. Пробежались. По. Роберту Низбиту. По. Истории. Идей. О прогрессе. И я. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал. Поставьте лайк. Поделитесь этим видео. Вы знаете. С кем поделиться. И. Напишите комментарий. Может быть. У вас есть. Свои. Идеи о прогрессе. Я своими поделился. Поделитесь. И вы. Своими. Пожалуйста. Комментарии. Открыты. Для вас. Желаю вам. Всяческих успехов. И до новых встреч.